Всем добрый день! Сегодня мы продолжаем обсуждение работы Леона Хорстона, но обсуждаем не саму книгу, а обзор, который был написан Китом Файном. Ну, связь здесь понятная, я думаю, Кит Файн, в общем-то, начинает разработку метафизики произвольных объектов в 80-е годы. Основной участник этой разработки, этого движения, можно так назвать. Хорстон в своей книге очень много ссылается на Кита Файна и вообще говорит, что вот Кит Файн внес огромный вклад в разработку этой темы. Вот, и поэтому мы решили сегодня посмотреть, как Кит Файн отреагировал на книгу Хорстона, коль скоро мы, в общем, чтение самой книжки уже закончили. Вот, ну, вообще Файн говорит о том, что в этом обзоре, который мы сегодня рассматриваем, он многих вопросов не сможет коснуться, потому что объем достаточно большой должен быть для того, чтобы их адекватно рассмотреть. И он анонсирует, что в переиздании его книги 85-го, если я правильно помню, года, вот, рассуждения с произвольными объектами, в обведении к перезданию этой книги, он более подробно остановится на различиях, в общем, концепции Хорстона и его концепции, да, и более подробно рассмотрит те или иные моменты. Но этот обзор написан в 2020 году, через год после выхода книги Хорстона, книга Хорстона в 2019 году была опубликована. И вот с тех пор переиздание книжки Файна до сих пор не вышло. И когда вот я писал ему по поводу вот этой книги, он, в общем, не был достаточно в своих ответах, не был достаточно, как сказать, оптимистичен. Видимо, пока еще задерживается переиздание этой книжки, так что неизвестно, когда мы сможем ее почитать, да, вот это второе издание. В принципе, те вопросы, которые поднимаются в рамках этого обзора, могут быть подразделены на несколько тем, и часть из них Файн прямо выделяет в тексте, он говорит, что сейчас мы поговорим там о тождестве, сейчас о существовании, ну и так далее. Вот те темы, которые он выделяет, следующие, это модальность и связь модальности с произвольными объектами, вопросы тождества, существования, проблемы, связанные с зависимостями между объектами, понятие структуры и также структуры, которые предполагают нетривиальные автоморфизмы, затем случайные переменные, этому, этой теме, такой достаточно обширный фрагмент обзора выделяется. И, собственно, антология, где Файн сравнивает антологию с точки зрения своей концепции, с антологией концепции Леона Хорстона. Ну что ж, давайте посмотрим, что же пишет Файн. Для начала модальность, понятно. Из книги Хорстона мы помним, что с его точки зрения произвольные объекты являются какими-то модальными сущностями и для них работает автоэретическая модальность, как говорит Хорстон. Эта автоэретическая модальность предполагает, что произвольный объект может находиться в некотором состоянии, но фактически он не находится ни в каком состоянии. То есть, что значит находиться в состоянии для произвольного объекта. Допустим, если это произвольное натуральное число, то произвольное натуральное число как объект может находиться в некотором состоянии, например, быть единицей или быть двойкой, быть тройкой и так далее. Но фактически никогда это произвольное натуральное число не является единицей, двойкой, тройкой и так далее. То есть, оно может быть единицей, двойкой, тройкой, но никогда ей не является. Вот это вот с точки зрения Хорстона должно описываться с помощью автоэретической модальности. И, в общем, Хорстон предполагает, что можно выстраивать какие-то семантики, видимо, подобные семантики возможных миров, для того, чтобы эту модальность как-то исследовать. Вот. Ну, рассмотрим такой вот пример. Пусть Х – это вещественное число, а У равен 2Х. Тогда У равен 4, когда Х равен 2. Вот. Крипке в своей статье 93-го, кажется, года тоже занимается обсуждением вот таких вот случаев. Он занимается обсуждением переменных. И что же там за этими переменными стоит. И с его точки зрения, вот Х и У, как некоторые символы, следует понимать как имена для обозначения индивидных понятий Х и У. Вот. И при такой интерпретации вот это вот утверждение, которое приведено выше, оно является модальным. То есть оно, по сути, имеет вот такую вот форму. Да. В анализе Крипке необходимо, что если Х равен 2, то У равен 4. В общем, Хорстон так или иначе придерживается этой идеи, но модальность он понимает вот особым образом, вот как авторитическую модальность, то, о чем я уже сказал. При этом Файн в обзоре замечает, что с его точки зрения теория произвольных объектов, которые в таких вот утверждениях участвуют, она сама по себе модальной не является. И здесь такая очень тонкая грань, которую Файн пытается провести. Я, правда, ее не знаю. Мне кажется, я ее не смог уловить, потому что как-то разницы особо я не увидел. Но Файн почему-то вот в обзоре говорит, что эта разница есть и, значит, пытается как-то с помощью примеров это прояснить. Он говорит, что неверно, например, говорить, что вот этот пример, вот это утверждение выше, оно должно интерпретироваться как необходимо, что Y принимает значение 2X. При этом он говорит, что верным будет такой способ анализа. В любой возможной ситуации, в которой X и Y определены, значение Y будет 2X. Вот. Ну, может быть, разница состоит в том, что здесь мы напрямую о модальности никакой не говорим, но при этом, как обычно понимается, модальность необходимости, да, она предполагает, что мы говорим вот о всех возможных ситуациях. Вот. И, значит, Файн далее оговаривает, что здесь речь идет скорее не о том, что вот эти вот произвольные объекты находятся в каком-то состоянии, а скорее он говорит о том, что здесь речь идет о каких-то допустимых, он прямо в тексте их в кавычки берет этот термин, допустимых приписываниях, да, то есть это некоторые функции, которые сопоставляют произвольные объекты, вот дальше на слайдах они будут для сокращения, а объекты называться, произвольные, из произвольных объектов в некоторые значения. И приписывание, в общем, Файн понимает вполне себе знакомым образом, как это делается в семантике, там какой-нибудь первопорядковой логики, например, да, там есть функция приписывания, которая приписывает переменным какие-то значения. И вот Файн понимает произвольные объекты именно вот таким вот образом, как что-то, чему можно приписать какое-то значение, но понятное дело, что при этом переменная не является, да, ведь этим значением она является чем-то отличным от этого. И вот только с помощью отдельной сущности, можно так выразиться, с помощью вот этого приписывания значения какие-то появляются. Вот. Ну, то есть в действительности вот это вот утверждение, которое приведено выше, с точки зрения Файна, оно должно анализироваться вот таким вот образом. В любом допустимом приписывании альфа, при котором х и у определены, альфа от у равно 2 умножить на альфа от х. Вот так вот. Ну, то есть вполне себе соответствует стандартной семантике первопорядковой логики, например, то как приписывания понимаются для перемен. Вот. Ну, надо сказать, что сам Хорстон в своей книге оговаривает, что вот эта вот авторитическая модальность является чем-то странным, и Файн это, опять же, упоминает в своем обзоре. Значит, в чем странность? Странность как раз вот в том, что произвольный объект может находиться в некотором состоянии, но при этом он никогда в этом состоянии не находится. То есть двойка является возможным значением х, но двойка никогда не является значением х. Вот этот произвольный объект, он всегда остается произвольным, он никогда не становится каким-то конкретным. там, да, он может находиться, вот именно может, да, вот в текстах всегда у Хорстона, например, да, и, по-моему, у Файна тоже вот это вот может выделяется курсивом. Вот, то есть, да, произвольный объект может находиться в состоянии быть двойкой, но при этом он никогда не является этой самой двойкой. Вот. И Файн отмечает, что вот из-за этих странностей может быть, да, он так неуверенно это формулирует, может быть, авторитическая модальность и не является настоящей модальностью. А вот это выражение, которое Хорстон использует, быть в состоянии, это на самом деле какое-то мистическое выражение, которое только запутывает нас. Да, вот Файн прямо говорит, что это мистическое выражение, что это какая-то мистика, и, может быть, за этим никакого глубокого смысла на самом-то деле и нет. При этом Файн говорит в своем обзоре, что, допустим, мы даже вот эти вот состояния будем понимать как вещи какие-то, прямо вот как объекты. То есть у нас будет и квантификация по состояниям, и, не знаю, состояние будет наравне с конкретными объектами, с конкретными двойками или произвольными какими-то объектами существовать. Вот, даже если мы состояние понимаем таким образом, как некоторые вещи, как какие-то объекты, которые могут иметь место, а могут не иметь место, то есть существовать или не существовать, допустим, в каком-то возможном мире, то все равно Файн говорит, что все равно остается неясным, что значит для какого-то произвольного объекта X быть в состоянии 2. Ну, допустим, это состояние имеет место в мире, но там же и должен быть и произвольный объект, наверное. Да, ну а что значит, что этот произвольный объект находится в этом состоянии? То есть между этими двумя вещами какое-то, что-то должно происходить, но что там должно между ними происходить, это Файн сам не знает, потому что он не придерживается такой концепции, но из текста Хорстона, в общем-то, мы тоже это не можем понять, потому что Хорстон это никак не проясняет. Вот, с точки зрения Файна, с точки зрения Файна, произвольный объект может лишь обладать значением относительно некоторого приписывания, ну, вот то, что я уже прояснил, да, по поводу функции приписывания, и нет никакого состояния обладания значением, и поэтому Файн говорит, здесь нет никакой дополнительной метафизики. Никакой метафизики, которую пытается Хорстон выстроить, для произвольных объектов просто не существует. Ее нету с точки зрения Файна. Это просто какие-то переменные, которые ведут себя определенным образом, подобно тому, как переменные ведут себя в семантике первопорядковой логики. Никакой метафизики, ничего метафизического относительно произвольных объектов нет, того, что Хорстон там себе напридумывал, как бы получается. Вот, но при этом Файн говорит, что для него гораздо более важной точкой зрения является следующее. Теория произвольных объектов, говорит Файн, должна быть математической теорией. Это математическая теория, это не метафизическая теория, это не философская теория. Может быть, если мы говорим о произвольных каких-то людях, произвольных, не знаю, пассажирах, Клэпкомского омнибуса, например, как у Хорстона вот эти примеры приводятся, тогда, может быть, это что-то другое. Но Файн изначально разрабатывает свою концепцию произвольных объектов как математическую теорию, и значения, которые он рассматривает, они все являются математическими. То есть это натуральные числа, там какие-то вещественные числа, ну и так далее. Файн говорит, это математическая теория, там никакая метафизика не нужна. Не надо устраивать метафизику, как это делает Хорстон, потому что теория не для этого вообще существует. Концепция произвольных объектов это что-то совершенно другое. Никакой метафизики там нет, и не надо ее туда вносить. Теперь по поводу тождества. Файн задает следующий вопрос. Следует ли допустить неразличимые, но при этом разные, произвольные объекты? С точки зрения Файна, Хорстон на этот вопрос отвечает да. Мы должны допустить, что есть какие-то неразличимые, но при этом разные, произвольные объекты. Почему с точки зрения Файна, Хорстон так отвечает на этот вопрос? Потому что Файн здесь цитирует книгу Хорстона, и в частности критерий тождества для произвольных объектов, которые у Хорстона формулируются вот так. Для любого F, где F это какой-то вид, и любых произвольных F-ов A и B, A тождественно B, тогда и только тогда, когда во всякой возможной ситуации значение, принимаемое A, тождественно значению принимаемому B. Получается, разные произвольные объекты различаются значениями в некоторых ситуациях. То есть, если два произвольных объекта разные, то есть какая-то хотя бы одна ситуация, когда они разные значения принимают. В терминологии Хорстона находятся в разных состояниях. В состоянии быть значением одним или быть значением другим. Но при этом Файн говорит, в принципе-то этот критерий тождества вроде как позволяет нам говорить о том, что нету никаких неразличимых разных произвольных объектов, на первый взгляд. Но в действительности, если мы посмотрим на то, как у Хорстона концепция разворачивается в его книге, то мы заметим, что изначально Хорстон считает ситуации анонимными. Они не упорядочены, они не имеют никаких номеров. Это просто какие-то ситуации, возможные ситуации. Никакого порядка там нет, никакой последовательности нет среди них. И они никак не обозначены. Подобно тому, как мы возьмем какой-нибудь граф, если у него вершины никак не обозначены, вот дальше будет пример с графом, в котором есть две вершины и есть ребро между ними, которое не имеет направления. Мы эти две вершины отличить друг от друга не можем, потому что они не имеют имен, это не помеченный граф, и, соответственно, разницы между ними нет. То есть одна и другая, они одинаковы, но при этом мы понимаем, что две, и они как бы разные. По свойствам они никак не различаются в этом графе, но мы понимаем, что это все-таки две разных вершины. То есть у Хорстона изначально вот эти вот ситуации представляют собой такие анонимные индексы, какие-то указатели на что-то, но поскольку они анонимные, мы, в общем, никакого различия между ними провести, по идее, не можем. Поэтому у нас получается так, что два разных произвольных объекта могут иметь одинаковые значения в ситуациях, соответствующих друг другу при автоморфизме. Но ситуации же мы можем переставить каким-то образом, для них тоже автоморфизм возможен, подобно тому, как возможен автоморфизм на графах, на тех же самых. Почему мы не можем как бы различить одну вершину от другую? Потому что там автоморфизм работает. И здесь такая же ситуация. Вот эти индексы анонимные, благодаря автоморфизму, ситуации оказываются, могут оказаться перемешанными, но и у нас нет просто средств для того, чтобы определить. Ну вот мы сравниваем два произвольных объекта. Да, хорошо, вот этот вот произвольный объект в этих ситуациях вот такие значения принимают. А второй произвольный объект, что значит в этих ситуациях? Потому что, может быть, там уже автоморфизм произошел, да, все эти ситуации перемешались, и теперь мы по-другому уже как-то о них начинаем говорить. То есть мы не можем, поскольку эти ситуации не отличаются друг от друга, ни имен не имеют, мы не знаем, точно ли мы ту самую ситуацию сравниваем или не ту же самую. И в рамках такого подхода у нас получается так, что с точки зрения Хорстона у нас есть неразличимые разные произвольные объекты. Вот. Ну, это самое начало книжки Хорстона. Позже Хорстон, когда он начинает рассматривать произвольные натуральные числа, он говорит о том, что, ну, поначалу, поначалу он определяет произвольные натуральные числа над вот этим вот анонимным индексным пространством, как только что было, да, где автоморфизм, возможно, тогда у нас будут неразличимые, но разные произвольные натуральные числа. Но позже он говорит о том, что произвольные натуральные числа будут определяться над пространством омега-последовательности натуральных чисел. Но поскольку это омега-последовательности натуральных чисел, они там уже как-то упорядочены, там отношение порядка задано. Соответственно, у ситуации есть лейблы, есть какие-то имена, и вот тогда у нас автоморфизм уже перестает работать. Мы понимаем, что ситуация с номером 1 – это не то же самое, что ситуация с номером 2, и поэтому два произвольных объекта надо сравнивать в рамках одной ситуации, и мы можем эти ситуации теперь различать, отличать друг от друга. В этом случае уже произвольные объекты будут различимыми, но при этом Файн говорит, не совсем ясно, каковы вообще критерии тождества для произвольных объектов разных видов. Хорошо, проблема с автоморфизмом может быть решена, если мы возьмем пространство индексов такое, что оно будет упорядоченным каким-то образом. Но если брать критерии тождества Хорстона, то мы заметим, что тождество определяется для произвольных объектов только одного вида, и мы не можем сравнивать, например, произвольное натуральное число с произвольным вещественным числом, потому что они к разным видам относятся. То есть критерий тождества, который Хорстон предлагает, он не позволяет нам проводить различия или устанавливать отношения тождества между объектами, относящимися к разным видам. Неясно, каким образом мы можем вообще сказать, что это разные произвольные объекты. Вот произвольное натуральное число и произвольное вещественное число. У нас нет критериев для того, чтобы сказать, разные это или одинаковые. Хорстон это никак не объясняется. И кроме того, неясно, какие ограничения и на какие аспекты структуры возможных ситуаций следует учитывать. У нас есть структура возможных ситуаций, вот эти вот там омега-последовательности, например, натуральных чисел, пространство омега-последовательности. И мы, по идее, можем какие-то ограничения накладывать на вот эти вот структуры, но что это за ограничения должны быть, непонятно. Ну, то есть для того, чтобы отличать ситуации друг от дружки, нам, конечно, нужно их как-то замумеровать, упорядочить, еще что-нибудь такое сделать. Но что это требует для того, чтобы вся концепция Хорстона работала, Хорстон сам не поясняет, и Файн тоже как бы не строит никаких догадок. Этот вопрос остается открытым. Ну, если же у нас это самое, произвольные объекты определяются над анонимным индексным пространством, когда у нас автоморфизм возможен, то тогда непонятно, как вот в этом случае мы можем вообще говорить о каких-то определенных произвольных объектах. Ну, там, например, можно сказать, да, определенное произвольное натуральное число. Где определенные, тут имеется в виду, что мы определенный артикль будем употреблять, если это язык, который позволяет употребление артиклей. Но поскольку таких альтернативных пространств может быть много, да, вот из-за автоморфизма, там, всякие перестановки этих ситуаций и так далее, и получается у нас тогда это, по идее, разные произвольные объекты определяются, да, но о каком именно произвольном объекте идет речь. Критерий тождества у Хорстона оказывается недостаточным. Ну, и в принципе, с точки зрения Файна, вот этот вот, как бы, недостаток, когда возможны анонимные индексные пространства, он не очень удобен, он только больше каких-то метафизических проблем создает. Я не помню, вроде бы, относительно тождества Файна говорит о том, что, по-моему, это вот относительно тождества Файна говорит, что это внесение метафизической банки с червями в дискуссии. Хотя, может быть, я спутал это с каким-то, с какой-то другой проблемой, которую Файна поднимает. Ну, к этому можно будет вернуться потом, если будет желание. Вот, ну, то есть, вот эта вот проблема с неразличимостью, она является трудностью для двух моментов. Во-первых, Хорстон хочет прояснить понятие структуры, философии и математики, причем не просто понятие структуры, а понятие антерем структуры, то есть в духе антерем структурализма, типа там, Майкла Резника или Стюарта Шапиру. И с его точки зрения структура должна пониматься как некоторый произвольный объект, который в качестве значения, ну, если мы, например, говорим о структуре натуральных чисел, принимает все конкретные мега-последовательности. Но вот тут особенность такая, что с точки зрения антерем структурализма структура натуральных чисел одна, их не может быть две, три, там, или четыре. А у Хорстона получается так, что мы не можем, да, вот это вот отсутствие определенности в случае, если мы, по крайней мере, используем анонимные индексные пространства, мы не можем говорить о какой-то определенной структуре. Ну, почему мы не можем говорить об определенной структуре, если с точки зрения антерем структурализма она вообще одна, их не может быть две, но тогда она строго определенная. Только такая может быть и все, тогда мы должны использовать выражение с определенным артиклем. Но мы не можем это сделать в рамках Хорстоновского подхода. Ну, Файн говорит, что можно было бы задать тот же самый вопрос и относительно его концепции, но в рамках его концепции эта проблема достаточно легко решается с помощью понятия зависимости. Значит, да, Файн согласен, что существует много разных произвольных омега-последовательностей, но при этом одна из них является привилегированной, она изначальная. Это изначальная омега-последовательность, она одна. Все остальные существуют не сами по себе, а они зависят от предыдущих и в конечном счете зависят от этой изначальной привилегированной последовательности. Как это происходит? Ну, например, мы как-то абстрагируемся от натуральных чисел, говорим, что вот есть вот эта вот омега-последовательность, которая соответствует естественному порядку на натуральных числах. Потом, ну, понятное дело, что мы можем, конечно, там переставить, да, как-то эти вот объекты, да, в этой последовательности, да, определить отношение порядка другим образом, и тогда у нас получится следующая омега-последовательность. Но она будет зависеть от той изначальной, потому что мы взяли изначальную и над ней провели какую-то операцию, переставили там определенным образом объекты. Вот. То есть мы осуществили какую-то процедуру над изначальной омега-последовательностью. И наша новая омега-последовательность, в которой такая перестановка произведена, она не может существовать без того, чтобы перед этим существовала бы изначальная омега-последовательность. Иначе бы нам не на чем было перестановку осуществлять. Вот. Ну, это, значит, решение проблемы, скажем так, неразличимости у Файна. И, кроме того, он говорит, что неразличимость является также трудностью для следующего. Ну, вот, есть разные выражения, которые очень часто в рамках дискуссии о произвольных объектах рассматриваются, типа пусть х будет вещественным числом, например. Да, тут есть какие-то переменные символы. Вот. И их можно было бы интерпретировать как имя. Правда, если у нас имеется неразличимость, то непонятно, на какой произвольный объект указывает х вот в этом выражении. Пусть х будет вещественным числом. Вот. Если переменные символы это некоторые свободные переменные, как Хорстон считает, а не имена, как, например, готов был бы признать Файн, например, да, или, по-моему, когда Хорстон рассматривает вот раннюю концепцию Бертрана Рассела о переменных, там, эти переменные в некоторых случаях тоже работают как что-то типа имен, то имеются затруднения с объяснением роли переменных в дистанциальной подстановке и неясно, как это применяется вообще к различного рода натуральным исчислениям в духе Фитча. Да, вот если мы посмотрим на натуральные исчисления в духе Фитча, то там есть правило экзистенциальной подстановки, обычно, по крайней мере, оно там присутствует, когда вместо того, что существует Х такой, что ПХ, мы можем вместо Х подставить какой-то новый терм, да, ну и это введение нового терма, оно вводит ограничение на значение других переменных, то есть если у нас мы строим какое-то доказательство, да, мы можем, например, от существует ХПХ перейти там к ПЦ, например, да, если Ц у нас раньше не использовалось, и при этом вот это Ц, оно будет абсолютно ограничено, оно будет ограничивать все остальные переменные, которые у нас имеются в этой формуле. Ну, в случае вот той, которую я привел, там никаких других переменных нет, но если у нас, например, будет там существует Х такое, что для всякого У, Р, Х, У, вот мы вместо Х что-то подставляем, и вот этот вот терм, который мы туда подставили, он будет ограничивать значение для У теперь. Да, и, значит, зачем это делается? Это делается за тем, чтобы отличать корректные доказательства от некорректных, потому что в натуральном исчислении в стиле Фичи запрещено, чтобы переменная ограничивала сама себя, и, ну, то есть терм ограничивал сам себя, и запрещено, чтобы были круговые ограничения, ну, например, там терм ограничивает какой-то другой терм, а тот ограничивает вот этот первый терм. Если у нас такое в дереве, ну, не в дереве, там, да, получается, в списке как бы выводе имеется, то тогда данный вывод считается некорректным. Мы его отбрасываем как неправильно. Вот, ну, и когда мы строим доказательства с помощью, там, деревьев в натуральном исчислении, там есть аналогичные инструменты, но не отдельно правило, там, да, экзистенциальной подстановки с ограничениями, а там немножко по-другому это делается, просто в натуральном исчислении в стиле Фичи это более наглядно выглядит, и сам Файн использует этот пример, да, он строит вывод как раз формулы, где квантер существования идет на первом месте, на втором квантер общности, и потом мы должны в выводе получить формулу, где эти квантеры поменяли местами. Вот, ну, в самом обзоре можно посмотреть, как это делается, я не стал на слайды это выносить. Вот, и, соответственно, если вот эти вот переменные символы, они понимаются как свободные переменные, то непонятно, каким образом вообще вот следует понимать вот такие вот выражения, как пусть х это вещественное число, пусть у равен 2х, и потом dy на dx равно 2. Вот, что здесь вообще такое х и у, как, в каких они отношениях друг с другом находятся, с точки зрения Файна, такие случаи Хорстонская концепция объяснить не может. Если не избавиться от неразличенности произвольных объектов. Вот, также это затруднение не дает возможность построить рациональную реконструкцию в концепции переменных в математике 19 века. Да, напомню, что о произвольных объектах говорили математики в середине и под конец 19 века, и потом эта концепция была подвергнута критике. В частности, у Фреги в его статье «Что такое функция?» он говорит о том, что вот в лекциях по анализу у Эммануэля Чубера используются вот эти вот произвольные объекты какие-то, но с точки зрения Фреги произвольность – это характеристика отношения референции, а не характеристика объектов, то есть никаких произвольных объектов нет, а есть просто произвольная референция. То есть наши переменные с точки зрения Фреги, там вот в высказываниях типа «пусть х – это вещественное число», вот тут х всегда указывает на какое-то определенное вещественное число, но просто мы не знаем на какое, и поэтому отношение референции – такое, произвольное. Вот, ну, если у нас имеется неразличимость, то тогда неразличимость произвольных объектов, то тогда непонятно, каким образом вообще реконструировать историю математики 19-го века. То есть с точки зрения Файна мы не можем объяснить, каким образом там понятие переменной работало, мы не можем как-то объяснить вообще, о чем шла речь в математике 19-го века, в анализе в первую очередь. Ну, с точки зрения Файна, когда у нас такое вот высказывание, как до этого было на предыдущем большом слайде, там где х – произвольное вещественное число, и у – это 2х, там да, и dy на dx – 2, вот здесь с точки зрения Файна, х указывает на некоторое изначальное произвольное вещественное число, оно является независимым, y указывает на следующее, которое находится в отношении зависимости от x, и таким образом этот пример вполне себе легко может быть объяснен с точки зрения Файна. Вот, ну, он говорит, что тут вообще относительно зависимости есть некоторые интересные моменты, которые Хорстон отвергает, Хорстон вообще критически относится к зависимостям, ну, об этом более подробно будет дальше говориться. Да, вот эти вот символы x и y, они могут вводиться одновременно, ну, например, можно сказать, пусть x и y – это вещественное число. Вот, ну, да, здесь Файн согласен, что в таких высказываниях имеется некоторая референциальная неопределенность, но все это обсуждается в рамках его концепции семантического реалиционизма, в его лекциях по семантическому реалиционизму, которые опубликованы в виде короткой книжки в 2007 году. Ну, подробно на этом в своем обзоре Файн не останавливается, и переходит дальше к обсуждению вопроса о существовании. Значит, что там с существованием? Хорстен говорит о том, что пробег значений произвольных объектов является некоторым множеством, но при этом для Хорстена большое, ну, как бы, большой, как сказать-то, большое затруднение вызывает различные парадоксы теоретика множественной, и в первую очередь парадокс Рассела, да, с точки зрения парадокса Рассела, ну, в свете, точнее, парадокса Рассела, не может быть какого-то универсального множества, содержащего все сущности, там, да, конкретные и произвольные. Вот, но Файн говорит, что если все-таки пробег значений какого-то произвольного объекта следует понимать как множество, то тогда мы не можем говорить об определенном произвольном объекте, опять же, вот проблема неразличимости тут у нас будет возникать, или не можем говорить об определенной произвольной омега-последовательности. Почему? Потому что, вот, любое множество мы можем расширить, да, ведь существует всегда большее множество, которое содержит больше элементов, которые имеют большую кардинальность, и решение здесь такое, как Файн предлагает. Он говорит о том, что еще в 98-м году он разработал концепцию, предполагающую универсальные типы, в котором, в рамках которой все объекты могут выступать в качестве значений, и произвольные, и непроизвольные. Вот, и в 2006-м он построил соответствующую теорию классов, которая предполагает, что вот эти универсальные типы, они есть, и при этом парадоксов в духе парадокса Рассела там не возникает. То есть, вот Файн показывает, что можно все-таки допустить существование некоторого универсального класса, содержащего вообще все объекты. Теперь зависимость. Ну, с точки зрения Хорстона, Файн так пересказывает, что Хорстон по поводу моей концепции думает следующее, что в моей концепции имеет место какое-то примитивное отношение зависимости. Возможно, зависимость, например, у от х, возможно, зависимость х от у, а, возможно, созависимость, когда х зависит от у, у зависит от х одновременно. Вот, ну и Хорстон по поводу всех вот этих вот разных вариантов зависимости замечает, что тут как бы много вопросов возникает, особенно с понятием со-зависимости, непонятно, что значит, что x зависит от y, y зависит от x, как это вообще может быть. Вот, Хорстон задает много подобных вопросов и, в принципе, он относится отрицательно к понятию зависимости, особенно к понятию взаимной зависимости, да, вот этой со-зависимости, то есть от него он уж точно отказывается и с отношением зависимости ведет себя очень аккуратно. Ну, Файн говорит, что вот эти вот отношения зависимости, со-зависимости, они с его точки зрения происходят из природы произвольных объектов, а не из какого-то подлежащего феномена. Вот это буквально, практически буквальная цитата из обзора, но я не знаю, что Файн имеет в виду под этим, какие подлежащие феномены тут вообще могут иметь место, могут подразумеваться. Вот, ну, с точки зрения Файна отношение зависимости важно для приложения теории произвольных объектов. Во-первых, для логики предикатов вот с экзистенциальной постановкой, да, когда мы вводим зависимость между термами, об этом я уже сегодня сказал, в натуральном выводе, например, в стиле фичи. Вот, и это также оказывается важным для каузальных моделей и понятий случайных переменных. Это из философии науки, там, в первую очередь, философии физики, насколько я понимаю. Здесь у нас требуется, чтобы была возможность говорить о зависимости от изменяющихся параметров, когда какие-то другие независимые параметры не меняются. Когда мы берем какую-то формулу, рассматриваем, в ней одна переменная может зависеть от некоторого набора других переменных. Вот это вот, ну, эта формула описывает какой-то физический закон, например. Вот, и вот эти вот переменные, они в некоторых случаях могут оказаться случайными переменными, там, от вероятности, например, зависит еще чего-нибудь такого. Вот, то есть зависимости, они важны, отказываться от них просто так не следует с точки зрения файла. Что же там по поводу структуры? Значит, с точки зрения Хорстона, например, структура омега-последовательности, ну, то есть, когда произвольные натуральные числа определяются, представляют собой произвольную омега-последовательность. Да, это произвольный объект, значения которого, значениями которого являются все отдельно взятые последовательности натуральных чисел, сформированные из некоторого данного множества натуральных чисел. Ну, с точки зрения файла, возможно, немного другой подход, подход следующий. У нас может быть некоторый прототип омега-последовательности, это будет изначальный произвольный объект Тауэ. Вот, и значениями этого произвольного объекта будут все омега-последовательности. Потом мы можем работать с перестановками, ну, над этим прототипом, и у нас, соответственно, будут возникать какие-то другие произвольные объекты, которые будут немножко по-другому работать. Вот, вот это вот первый терм произвольной омега-последовательности. Это тоже произвольный объект, мы можем его обозначить как Тау-0, и он будет находиться в отношении зависимости от всей структуры, от самой Тау. В качестве значения первый терм этой последовательности будет принимать объект, который находится в некоторой конкретной последовательности, которая является значением для последовательности Тау. Вот так, у меня тут как-то коряво сформулировано на слайде. Ну, в общем, идея следующая. Вот есть некоторая произвольная омега-последовательность Тау, она принимает какое-то значение. Например, она приняла значение, соответствующее омега-последовательности натуральных чисел, упорядоченных естественным образом. То есть там у нас 0, 1, 2, 3, 4, 5 и дальше. Соответственно, первый терм вот этой произвольной омега-последовательности, он у нас Тау-0, он принимает значение, но он ведь является произвольным объектом. Он, по идее, мог бы принять любое значение, но поскольку Тау уже приняло значение с естественным порядком натуральных чисел, то тогда Тау-0 должен получить в качестве значения 0, больше ничего. Соответственно, Тау-0 будет произвольным объектом, который зависит от произвольного объекта Тау. То есть значение, которое принимает Тау-0, будет зависеть от того, какое значение примет произвольный объект Тау. Вот. И можно говорить о структуре омега-последовательности. Эту структуру Пайн обозначает омега-большое. И вот эта вот самая структура омега-последовательности, это последовательность вот такого вида, когда у нас есть некоторое упорядочение на Тау-0, Тау-1, Тау-2 и так далее. Ну, то есть эта структура омега-последовательности сама по себе является омега-последовательностью. Получается вот так вот. При этом у Хорстона структура произвольным объектом не является, хотя там у него есть какие-то рассуждения о генерических структурах. Это некоторые отдельные сущности, которые вроде бы ведут себя произвольным образом, ну, подобно произвольным объектам. Но Пайн почему-то вот этот момент никак не учитывает в своем обзоре. Я этот момент не совсем понял, почему так происходит. Мне вот казалось, что Хорстон структуры тоже понимает как произвольные объекты, но особым образом, да, это произвольные объекты особого рода, не те же самые. Какие-то вот генерические структуры вот этим. Ну вот, значит, структура у Хорстона в интерпретации Файна не является произвольным объектом, и ее реализациями не являются отдельные омега-последовательности. При этом Файн говорит, что вот эта вот самая структура омега-последовательности, да, сама вот эта омега-большая, она реализуется отдельными омега-последовательностями и представляет собой форму омега-последовательности. Вот он такой термин использует, форма, и также его выделяет курсивом. Вот эта самая омега с точки зрения Файна, возможно, может быть отождествлена с произвольным объектом, который зависит от Тау-0, Тау-1, Тау-2, ну или находится в отношении со-зависимости с ними, и который принимает их значения в качестве своих значений, ну их значения как последовательности в качестве своих значений. Когда вот я это читал, мне казалось, что введение вот этой вот структуры омега-последовательности, как вот это вот омега-большое, это что-то, ну не знаю, возможно, это что-то лишнее, да, какая-то лишняя сущность. Ну, я вот так и не смог увериться при чтении обзора Файна, действительно ли введение такой вот объекта требуется или нет. Ну, если все-таки омега-большое отличается от произвольных омега-последовательностей чем-то, то, может быть, и имеет смысл. Если не отличается, если омега-большое – это просто одна из омега-последовательностей, ну, произвольных омега-последовательностей, то тогда, может быть, стоит просто говорить о том, что есть некоторые изначальные омега-последовательные, да, и она является структурой, например. Ну, это как бы открытый вопрос, я Файна здесь не понял, честно сказать. Далее Файн переходит к рассмотрению структуры и связи структуры с автоморфизмом. Вот он говорит, нужно рассмотреть следующий пример, который я уже упомянул. Рассмотрим двухэлементный граф G, в котором вершины соединены ненаправленным ребром, эти вершины не помечены. Вот, и если вершины мы понимаем как некоторые произвольные объекты, то каким образом мы можем выбрать, какие конкретные вершины назначить этим произвольным вершинам. Да, ну, вот у Хорстона дается объяснение графов через произвольные объекты, и здесь как бы вот Файн, этот же самый, ну, близкий пример рассматривает, да, он поднимает вопрос о том, как выбрать, да, что же мы должны назначить этим самим вершинам. У Хорстона решение есть. Хорстон вводит второпорядковые произвольные объекты, и он говорит, что если мы ввели второпорядковые произвольные объекты, тогда уже нет никакой разницы, что выбрать. Ну, то есть, что это за второпорядковые произвольные объекты. Вот у нас есть граф с двумя вершинами, допустим, ну, для себя просто, для удобства. Вообще вершины не помечены, но для удобства мы их назовем. Одна будет V, другая W. Вот V и W должны принимать какие-то значения. В одной ситуации V будет V нулевое, а W W нулевое. В другой ситуации V будет W нулевое, а W будет V нулевое. Вот, и тогда, говорит Хорстон, мы можем вот эти пары значений просто объединить, да, сформировать пары в самом непосредственном смысле, и у нас будет произвольный объект, который по парам как бы не пробегает, да, а он может находиться в состоянии одной пары или другой пары. Вот, это второпорядковый произвольный объект. То есть он, по идее, произвольный объект над какой-то парой произвольных объектов. Вот так вот. Ну, Файн говорит, что вообще, если мы такой подход пытаемся реализовать, да, и если у нас нет никакой разницы, что выбирать для второпорядковых произвольных объектов, то тогда не должно быть никакой разницы и для первопорядковых произвольных объектов. Ну, да, вот у нас есть произвольный объект, который может быть или произвольной парой одного вида, или произвольной парой другого вида. Ну, а какая разница между выбором значения для произвольного объекта, как выбором значения произвольной пары, или просто выбором двух произвольных объектов, которые являются вершинами? Ну, никакой разницы нет. Просто мы лишнюю сущность как-то второпорядку создали. Зачем нам она нужна? С точки зрения файна, проблему никакой не решает. Кажется, что этот ответ, который Хорстен предлагает, не подходит, не работает. И с точки зрения файна Хорстен мог бы говорить следующее. Можно говорить о том, что произвольные объекты принимают значение не по одному, а группами и одновременно. Такие произвольные объекты файн называет многозначными. Он говорит, что есть однозначные single-valued произвольные объекты, а есть многозначные multi-valued произвольные объекты. И вот если мы будем говорить о многозначных произвольных объектах, которые одновременно целые группы принимают значение, то тогда проблема, с которой Хорстен работает, она, в общем, будет решена. В чем здесь проблема состоит? Вот у нас есть этот двухэлементный граф. Если вершины – это произвольные объекты, значением для произвольного объекта будет какая-то конкретная вершина. Мы оказались в такой ситуации, когда для первого произвольного объекта выбрана конкретная вершина W, но второй произвольный объект является таким же произвольным и он тоже может стать вершиной W в этой ситуации. Тогда у нас будет граф не с двумя вершинами, а с одной. И это уже будет другой объект. Такое невозможно. Тут, по идее, нужно либо отношение зависимости между этими вершинами какое-то установить, либо использовать, как предлагает Fine, многозначные произвольные объекты. То есть не так, что у нас сначала одна вершина получила значение, потом вторая, а они одновременно должны получить значение. То есть есть некоторая функция, в которой прям прописана, что она, функция приписывания значений, что она разным вершинам будет разные конкретные значения. Разным произвольным вершинам будет придавать разные конкретные вершины в качестве значения. Но в этом случае, говорит Fine, тогда у нас произвольные объекты не будут функциями, а у Хорста на произвольные объекты это функции из пространства состояния в некоторое значение. Ну, точнее, не из пространство состояния, а из индексного множества, да, из множества вот этих указателей, индексов в некоторое значение. То есть у нас, если произвольные объекты являются многозначными, то они не являются функциями, потому что функция это отображение, которое не может один какой-то элемент отображать в несколько других. Поэтому, например, функция взятия квадратного корня, это на самом деле не функция, это склейка двух функций, потому что корень там из четырех это плюс-минус два. Не может быть плюс два и минус два в качестве значений. Это две функции, одна дает нам плюс два, а другая минус два. Вот, что там у нас дальше, значит. Вообще, вот это вот решение через многозначные произвольные объекты, оно подходит обеим концепциям, и концепции Fine, и концепции Хорста. Ну, так Fine, по крайней мере, считает. То есть у нас будет так, что граф G будет репрезентироваться некоторая функция F, которая для данного индекса будет принимать значение, например, G нулевое. Вот, у нас будут еще, будут две другие функции G и H, они будут репрезентировать вершины V и W, соответственно. Ну, и допустим, для индекса И есть некоторый доппельгангер, да, то есть некоторый дополнительный индекс, индекс штрих будет называться такой, что F от И штрих, это тоже G нулевое. Но выбор значений для G от И и H от И будет противоположным для G от И штрих и H и штрих. Ну, то есть если мы все-таки эти индексы должны различать и И штрих, то даже несмотря на то, что функция F для обоих индексов дает нам одно и то же значение для графа целиком, то применение вот этих вот функций, которые выбирают вершины, к этим двум индексам будут давать разные значения. То есть G, например, будет у нас V, G от И будет V, H от И будет W, G от И штрих будет W, например, H от И штрих будет W. То есть противоположное значение. Вот, ну и таким образом мы сможем симулировать поведение многозначного объекта, говорит Fine. То есть, в принципе, несмотря на то, что у Хорстона произвольные объекты, они должны быть однозначными, мы можем сделать так, чтобы они вели себя подобным многозначным произвольным объектам, просто вот если мы используем вот такой вот подход, когда у нас есть функции, да, и функции там выбирают значения какие-то, да, и потом, ну, здесь у нас значение граф какой-то конкретный, и потом отдельные функции для выбора вершин. Вот, теперь достаточно большой фрагмент обзора, посвященный случайным переменным. Я честно скажу, что поскольку теория вероятности это вообще не мой конек, я как бы очень плохо понял вот этот вот раздел обзора. Ну, и надо напомнить, что про случайные переменные, которые, про случайные переменные у Хорстона, да, доклад делал Арсен, и, в общем, Арсен отмечал, что у Хорстона изложение тоже очень неудачное, как бы формализма не хватает, непонятно вообще, что там откуда берется, и как это все устроено, как работает, да, здесь у нас у Файна это вообще обзор на книгу Хорстона, то есть тут, наверное, понять еще сложнее, что вообще здесь происходит. Ну, какие-то моменты мне уловить удалось, поэтому я их попытаюсь изложить. Значит, Хорстон использует нестандартное понятие вероятности, это достаточно тривиальное заявление, и Файн его делает, и сам Хорстон говорит об этом, да, он использует не Архимедово понятие вероятности. Вот, ну, Файн, после того, как он изложил техническую сторону Хорстоновского подхода, я вообще не стал на этом никак останавливаться, но, правда, он, Файн, излагает технический аппарат достаточно быстро, там буквально один или два абзаца это у него занимает. Вот, Файн говорит, что для него-то важен больше не технический аппарат, а концепция случайных переменных, вот, какая, в общем, будет проясняться дальше. И Файн говорит, что есть некоторое интуитивное понимание, которое заключается в следующем. Случайная переменная – это переменная, которая принимает значение в зависимости от некоторой вероятности, да, то есть, там, не знаю, есть произвольный объект, который с некоторой долей вероятности становится, там, двойкой, с некоторой другой долей вероятности он становится тройкой, с некоторой долей вероятности становится четверкой, там, да, ну, и далее. Вот, и Крипке в этой своей статье, уже упомянутой сегодня, он тоже случайные переменные рассматривает, и он там замечает, что между случайными переменными и индивидными понятиями, это вот карноповская идея, имеется тесная связь. Ну, а раз она там есть, то в рамках Хорстоновского подхода должна иметься связь и с произвольными объектами. Напомню, что Хорстон использует вот этот вот модальный подход в духе Карнопа с индивидными понятиями для того, чтобы построить свою концепцию произвольных натуральных чисел. Ну, и, в принципе, индивидные понятия и вот этот карнопианский подход, он играет важную роль в идеях Хорстона. Вот, если у нас произвольный объект понимается как функция из ситуации в некоторое значение, то тогда достаточно добавить вероятность к пространству ситуации, тогда мы получим случайные перемены. Ну, Файн говорит, что здесь может быть еще и альтернативный подход. В этом альтернативном подходе вероятность будет присваиваться системам произвольных объектов, не отдельно взятым там каким-то произвольным объектам. Напомню, что произвольный объект это как раз функция из, не знаю, там индекса в значении. Вот, и вот это вот альтернативное понимание, когда мы работаем с системами произвольных объектов, оно с точки зрения Файна оказывается ближе к интуитивному пониманию случайных переменных, упомянутому на предыдущем слайде. Вот, допустим, имеется система многозначных произвольных объектов. Для Файна вообще концепция многозначных произвольных объектов является очень важной, и он на протяжении вот обзора несколько раз наставит на том, что именно многозначные произвольные объекты надо использовать, а не однозначные, как это Хорстон делает. Вот, тогда с каждым произвольным объектом мы будем связывать вероятностную функцию таким вот образом. Если этот произвольный объект является независимым, то мы просто всякому значению припишем некоторую вероятность. Вот, если этот произвольный объект является зависимым от какого-то другого произвольного объекта, то мы будем приписывать вероятность с учетом того, какое значение получил тот произвольный объект, от которого у нас наш изначальный объект зависим. Тогда у нас получится так, что случайная переменная – это переменная, принадлежащая системе переменных, то есть произвольных объектов. И с ней связана некоторая вероятность указанным образом, то есть вот эти два пункта должны выполняться. Далее Fine говорит, что на основе такого понимания случайных переменных можно моделировать, как выражается, современные понятия случайных переменных двумя способами. То есть это вот как он строит модель случайно переменной с точки зрения своего подхода к произвольным объектам и своего варианта приписывания вероятностей значения этих произвольных объектов. Значит, можно моделировать на основе контрпартов произвольных объектов как независимых переменных и на основе пространства результатов как независимого произвольного объекта и контрпартов произвольного объекта как зависимых от этого самого пространства результатов омега большое. вот но в обзоре у файна эти обе стратегии подробно рассматриваются я этого делать не стал потому что я честно сказать тут как мало чего понимаю и особой разницы вообще не вижу в этом поэтому я эти моменты пропустил далее файн замечаешь что когда мы говорим о переменных вот в таком смысле переменные которые принимают какое-то определенное значение мы приписываем им локальную абсолютную вероятность до для каждого присваивания значений делаем такое приписывание вот и мы делаем такое приписывание каждому присваиванию непосредственно каждому присваиванию значений непосредственно от которого зависит наши перемены и тогда у нас общая вероятностная функция будет определяться соединением таких локальных функций он говорит что это не похоже на боесовскую сеть когда у нас есть глобальная вероятностная функция которая вот для всего пространства состояния или не знаю скорее для всего набора значений в случае произвольных объектов определяет вероятность здесь у нас ситуация иная тут у нас набор локальных функций и значит в боесовской сети у нас предполагается независимость для того что принимает те или иные значения а вот в случае с концепцией файна зависимости могут учитываться вот и он наконец говорит что же там за современная концепция такая которую он пытается моделировать значит состоит она в следующем случайная переменная x большое это функция f с индексом x из пространства результатов омега в множество значений этого самого x файн отмечает что случайная переменная x это сама переменная x а вот в его концепции получается так и какие это дает преимущество во первых можно напрямую говорить о том что случайная переменная принимает какое-то значение да потому что если у нас случайная переменная эта функция то у нас получается вот с одной стороны мы говорим о переменных принимающих значения с другой стороны мы говорим о функциях которые при каких-то условиях тоже принимают значение и это будет как выражается файн такой двойной разговор он говорит там был спик когда мы должны в одном случае один способ речи используя в другом случае другой способ речи хотя вроде как мы о чем-то одном и том же говорим и с точки зрения файна его подход позволяет от этого двойного разговора избавиться мы можем напрямую говорить о том что случайный примет переменная принимает какое-то значение то есть это не функ не не случайная переменная как функция принимает значение а прям сама случайно переменная принимает значение вот и во вторых вероятность определяется локально как я уже это упомянул и у нас нет необходимости предполагать что предполагать вот это вот целиком полностью определенное пространство результата в котором все случайные переменные определены то есть мы можем только для каких-то отдельных случайных переменных определить вероятности например да для всех остальных нам это делать не обязательно для того чтобы пространство существовал локальный подход у нас получается и наконец последняя часть этого обзора посвящена антологии файн говорит что антологию произвольных объектов хорстона вообще-то можно представить в рамках концепции в рамках его концепции в концепции файна да у хорстона есть некоторое индексное множество и множество значений ну и произвольный объект это просто функция из индексного множества множество значений вот да то есть вот эти самопроизвольные объекты над множеством значений определяются как множество функций вот файн говорит что в его По концепции это можно моделировать двумя способами, можно то же самое получить двумя способами. Во-первых, можно ввести независимый произвольный индекс i, чьи значения являются элементами вот этого самого индексного множества. И для всякой функции f из множества функций из i в v ввести произвольный объект x с индексом f, который будет находиться в отношении зависимости от i. И чье значение для данного i из вот этого i жирного будет совпадать со значением функции f от i. Тогда у нас произвольный объект x, это будет множество x с индексом f, произвольных таких x, таких, что f принадлежит множеству значений из индексного множества множества... f принадлежит множеству функций из индексного множества в множество значений. То есть у нас получится система произвольных объектов. Вот это вот x, это некоторый произвольный объект, который является системой произвольных объектов. Либо можно второй вариант использовать, он более простой, но использует понятие созависимых переменных, то, что Хорстон не хотел бы использовать. Значит, мы делаем так, мы вводим множество y, которое вот подобным же образом определяется, да, это y, элементами его являются y с индексом f, такие, что f это элемент множества функций из индексного множества в множество значений. Да, и вот эти вот y, они являются созависимыми переменами, а допустимые приписывания, они будут соответствовать индексам. Вот, ну, Fine говорит, что и обратное тоже возможно, то есть в концепции Хорстона тоже можно концепцию Fine моделировать, но Fine показывает, как это можно сделать, я это не стал рассматривать. Вот, ну, при моделировании концепции Хорстона в концепции Fine мы имеем следующее. У нас пропадают произвольные объекты неопределенно высокого ранга, и у нас либо остается система однозначных произвольных объектов, зависящих от одного независимого изначального произвольного объекта, либо остается система созависимых произвольных объектов, независящих ни от каких других произвольных объектов. То есть большой кусок концепции Файна теряется. Если мы действуем обратным образом, то есть моделируем концепцию Файна в концепции Хорстона, то у нас получается так, что теряются отношения зависимости между данными произвольными объектами. Но Файн говорит, что в принципе эти отношения можно ввести в полученную структуру снова. Но правда у нас будет ситуация, когда мы релятивизируем отношения зависимости. То есть мы одну и ту же систему произвольных объектов можем связать с разными структурами зависимости, и ни одна из них не будет привилегирована. То есть мы начали с какой-то системы произвольных объектов, в них там была определена какая-то зависимость между этими произвольными объектами. Потом мы получили, соответственно, структуру в духе Хорстона, которая похожа на вот этот вот набор произвольных объектов. Но в этом наборе не будет отношения зависимости между объектами. И мы можем навесить отношения зависимости на то, что у нас в итоге получилось. Но произвольным образом мы как хотим, так можем расставить отношения зависимости. То есть мы как бы можем одним способом, можем другим, и никто не гарантирует, что мы получим то, что было у нас изначально. Да, такая релятивизация отношения зависимости, которая Файну, в общем-то, не нравится, кстати говоря. Вот, но Файн говорит, что это все разница в онтологии, но в каких-то метафизических моментах. А если брать математическую информацию, то она, по сути, является одной и той же. То есть, как Файн в начале обзора говорит по поводу метафизических проблем, теория произвольных объектов должна быть математической теорией. Но раз математическая информация и у Хорстона, и у Файна одна и та же, то тогда возникает вопрос, а как тогда вообще между ними можно выбрать? Антологии-то разные, а математическая информация одна и та же. Но при этом Файн говорит, что выбор с его, по крайней мере, точки зрения сделать можно. Следующим образом, ему не нравится вот этот самый релятивистский подход к зависимостям. Потому что, если мы придерживаемся такого релятивистского подхода к зависимостям, у нас получается следующее. При добавлении какого-то нового произвольного объекта, любого однозначного, многозначного, какого угодно, нам придется увеличивать кардинальность индексного множества и обязательно. Иначе у нас не будет работать все. И неясно, как можно говорить об определенном произвольном объекте без абсолютного понятия зависимости, вот этого примитивного. То есть вот эта самая проблема с автоморфизмами, она Файну в подходе Хорстона не нравится. Ему хочется, что был какой-то изначальный произвольный объект, от которого все остальные будут зависеть. И Файн приводит следующий пример. Пусть r – это определенное произвольное вещественное число. Тогда у нас s, например, будет равно 2r. И тогда возникает вопрос, а почему r является определенным произвольным вещественным числом? Почему не s, например, или не какое-то другое произвольное вещественное число является определенным? С точки зрения Файна, r является независимым произвольным вещественным числом в некотором абсолютном смысле. У Хорстона отношение зависимости в редуцированном состоянии находится, и поэтому у Хорстона это не работает. То есть Хорстон не может объяснить, почему r является определенным произвольным вещественным числом. Афайн с помощью использования понятия зависимости может это легко объяснить, почему r – это определенное произвольное вещественное число, а все остальные, соответственно, принимают значение с оглядкой на это самое изначальное r. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Если у вас будут вопросы какие-то, я, конечно, постараюсь на них ответить, хотя, честно сказать, не чувствую большой уверенности. В своем понимании того, что Хорстон написал. У меня есть простой вопрос. В этих многозначных произвольных объектах, как мы должны задавать вот эти функции, которые определяют каждое из значений, так, чтобы они были именно разными? Правильно ли я понимаю, что там на самом деле тоже в скрытом виде присутствует зависимость? Там, вероятно, должна… Ну, наверное, там присутствует зависимость, да, но что… Как здесь это будет определяться? То есть подобно тому, как в семантике обычной первопорядковой логики у нас вот эта функция приписывания задается, мы накладываем как бы на нее какие-то ограничения. Например, мы накладываем ограничения, связанные с тем, что объекты должны быть разными. Да, но дело в том, что когда мы задаем две функции сразу, как вот с графами, как вообще это может выглядеть? Получается, что у нас либо одна функция зависима от другой, либо, наоборот, вторая зависима от первой. А, ну, опять же, какая, от какой должна быть зависима, кажется совершенно произвольным этот выбор. Ну, да, вот если брать, например, этот конкретный случай с графами, там H и G, по идее, должны находиться в отношении какой-то зависимости. Ну, вот этот вот пример с графами, это, насколько я понимаю, это попытка сохранить концепцию Хорстона от тех возражений, которые Файн озвучивает. То есть он говорит, что Хорстон мог бы вот так вот поступить, да, для того, чтобы его концепция работала. Но вообще концепция Файна немного другая. Файн-то как раз, то есть вот в том случае, там не о многозначных произвольных объектах идет речь, там как бы симуляция многозначных объектов. Почему? Потому что там функции вот эти вот, да, то есть вот эти вот вершины произвольные, они являются функциями сами по себе, ну, поскольку у Хорстона произвольный объект – это функция какая-то. У самого Файна, насколько я понимаю, произвольные объекты – это не обязательно функция. Это, ну, надо, наверное, посмотреть, как в этой книжке или, может быть, в статьях у Файна определяются произвольные объекты. Но, насколько я понял, с точки зрения Файна, если мы принимаем многозначные произвольные объекты, есть некоторая одна глобальная функция, которая просто делает вот это вот приписывание. И вот это вот приписывание, ну, как бы, если это одна функция, да, там никаких зависимостей нет, вот эти все зависимости, они внутри, да, в самом определении этой функции находятся. То есть эта функция, ну, не знаю, можно ли говорить о том, что функция, она одновременно приписывает всем какие-то значения. Ну, это, конечно, большой вопрос. Ну, не знаю, прояснило это чем-то. Так, ну, что, может быть, еще какие-то? Да, если, Лев, позволишь, вот у меня такие вопросы, может быть, странные, но мне кажется, когда мы говорим о теории вероятностей или о теории возможностей в модальной логике, то все это как бы менее фундаментально, чем теория чисел, наверное. И имеем ли мы право говорить, делать какие-то выводы в отношении теории чисел на основе вот этих вторичных уже следствий, можем ли мы говорить о вероятности или возможности применительно к фундаментальной теории математических объектов? Не будет ли это каким-то извращением? Так, ну, вот сам-то Файн говорит о том, что теория произвольных объектов, она не должна быть модальной, и поэтому никакой модальности там быть не должно. Ну, и вот как в самом начале я говорил, что Файн считает, что теория произвольных объектов это математическая теория, поэтому там ни модальности, ни метафизики, ничего присутствовать, по идее, не должно. Вот. Модальности появляются у Хорстона. И Файн это критикует. Да, но мне кажется, должны быть уничтожены и вероятности, и случайности. Тогда они не только должна метафизика, просто вероятность и понятие случайности. Ну, да, я понимаю, значит, вот вероятность и случайность это уже приложение теории произвольных объектов, то есть это не часть самой теории произвольных объектов, это приложение этой теории в рамках каких-то рассуждений в духе философии физики. Ну, с этим я согласен. Если приложение, если физика, то можно говорить о вероятности действительно, или о случайности. А о математике нельзя так говорить. Ну, да, вот тот пример, который я использовал, он, наверное, не очень удачный, когда я говорил о том, что некоторые произвольные натуральные числа, оно с такой-то долей вероятности может быть единицей, с такой-то долей вероятности двойкой. Ну, это, конечно, не про натуральные числа, да. Это про что-то другое. И тогда не совсем понятно, как трактовать эту самую произвольность математических объектов, настоящих математических. Ну, если у нас нет никаких ассоциаций ни со случайностью, ни с вероятностью, нам как-то нужно ее очень хорошо определять, чтобы о ней говорить. Ну, вот этот самый пример, да, который много раз у нас обсуждался, математик заходит в аудиторию и говорит, сейчас мы будем доказывать какую-нибудь теорему. Допустим, x – это натуральное число. Вот. x – это любое натуральное число. Ну, надо здесь придраться к словам «допустим», «возьмем» и так далее. Пусть объясняет дальше. Ну, а иначе мы не поймем произвольность. Что значит «допустим»? Что значит «возьмем»? Ну, здесь, поскольку никаких ограничений не накладывается на то, что это за натуральное число, единственное ограничение – это просто, что это натуральное число. Видимо, подразумевается, что для любого x, если x – это натуральное число, то-то и то-то будет выполняться. Ну, может быть. Не знаю. Это, то есть, как-то свести к квантерам, как-то свести к логике предикатов, может быть. Не знаю. Да. Получается, видимо, что свести к квантерам и логике предикатов – это один из вариантов, тот вариант, который в итоге раз он выбрал, когда углубился в развитие той логики, которую, собственно, он разрабатывал, да, по стопам Фреги и пиано там и остальных. А, видимо, второй вариант – это допустить, что переменные – это некоторые имена, которые обозначают прям такие объекты. И вот то, что делают квантеры, оно, скорее, в этих объектах как-то скрыто. Да. Ну, а может быть, есть еще и третий, и четвертый, допустим, дружественно-независимая логика хинтики или еще чего-то? Ну, да, возможно. Или какая-нибудь там ветвящаяся квантификация там Генкина, например. Ну, да, может быть. Как бы непонятного гораздо больше, чем понятного. К сожалению, да. Ну, такова наша ситуация. Да. И Хорстон отмечает, что концепция произвольных объектов еще очень слабо разработана, поэтому неизвестного больше, чем известного. Это же прекрасно. У нас есть много вопросов, которые мы сможем ему задать. У меня вот есть вопрос по поводу проблемы разных, но неразличимых произвольных объектов. И вот как раз из начала обзора. А есть же такая штука, как проблема омега-противоречивости про наличие непоименованных объектов в омега-последовательности. Вот вопрос такой, интересно, это добавит Хорстону проблем или нет? Ох, не знаю. Не могу сказать. Как-то почему-то возникла в голове такая интуитивная связь, как будто бы, возможно, добавит, но сложно оценить. Да. Ну, омега-противоречивость, насколько я понимаю, она связана не столько с тем поименованные или не поименованные объекты, а с тем являются эти объекты того же самого рода, что и те объекты, которые мы рассматриваем. Ну, например, если это арифметика, да, то есть являются ли они натуральными числами, потому что может быть-то и не являются, потому что, ну, в омега-противоречивой системе мы не можем индуктивно обобщать, мы не можем обобщить так, что, вот, например, если все числа обладают свой... ну, то есть каждое отдельно взятое число обладает свойством П, то из этого мы не можем сделать вывод, что все числа обладают свойством П, потому что есть какие-то другие странные объекты, которые не числа, да. наоборот, у нас будет выводимо, что существует такой Х, который не ПХ. Да, ну и чисто теоретически как бы Хорстон интерпретировал вот такие объекты, они бы входили в область возможных ситуаций или не ситуаций, а состояний, которые произвольный объект может принимать или нет, тоже такой вопрос возникает. И если да, то как, если нет, то же как? Ну да, это интересный вопрос, который надо Хорстону задать. У меня никаких как бы интуиций по этому поводу нет. наоборот, И если нет, то есть, то есть, что я так понимаю, все задумались и вопросы и комментарии пока закончились. Ну, предлагаю все возникающиеся вопросы записывать куда-нибудь, чтобы задать их Хорстону. Будем надеяться, что у нас все получится и 24-го он выступит у нас на конференции. Спасибо, Лев. Доклад заставляет задуматься. Лев. Ну, тогда спасибо всем за участие, внимание и обсуждение. Получается, мы в чате определим, что и когда будем делать дальше. и теперь предлагаю закончить нашу встречу. Всем спасибо и до свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо.